Приветтос амигос, это снова вы, это снова я, а это мой обзор на игру Нет Человек Неба. Мне не свойственен жанр обзоров, обычно я пью первые взгляды или же сразу летсплейчики, но для того, чтобы летсплеить такую игру, надо быть наглухо отбитым. Да и стримы по ней в общем-то тоже мало кому покажутся интересными. Забегая вперед скажу, что и играть в эту игру мало кому будет интересно. Но тем не менее, много кто эту игру ждал, много кто ее дождался, и вот она вышла и сходу утонула в стиме в дизлайках и негативных отзывах. Ну и само собой мне тоже есть что сказать по этой игре своим простуженным гнусавым голосом. Итак, Инди-игра за 2000 рубасов сходу встречает игрока обалденно красивым титульным экраном. Он просто белый. Видимо, перед тем, как впустить игрока в игру, ему пытаются подпортить зрение, чтобы он не разглядел графику. Согласитесь, что даже эффект вспышки не спасает игроку, сразу бросается в глаза графика Чапаевских времен. Хотя некоторые объекты нарисованы неплохо. Поначалу я даже подумал, что игра сделана на движке Unreal Engine, может быть 3, а то и 4, если разработчик не очень рукастый. Однако оказалось, что для этой игры компания Hello Games смострячила свой собственный движок с Blackjack и Polygon, попутно заявив, что ни один из ныне существующих игровых движков не справился с задачами, которые перед ним поставили создатели игры. Кстати, в конце обзора попробуйте ответить на вопрос, что же это за задачи такие ставили перед современными движками разработчики. Как по мне, так это типичнейший самопиар заявлять, что мы придумали такую охрененную игру, что ни один движок ее не может. Придется делать свой. Ибо, по заявлению разработчиков, в игре No Man's Sky аж 18 квинтиллионов разных планет. 18 квинтиллионов это цифра 18 и хреново гора нулей. Примерно так я представляю переговоры по поводу движка. Алло? Алло, это Crytek? Да, мы вас слушаем. Ваш движок потянет игру, в которой 18 квинтиллионов планет. Вы че, наркоманы, совсем охуели? Еще раз позвонишь полицию везу. И как вы думаете, сколько весит игра, в которой 18 квинтиллионов разных планет, выполненных в реальном масштабе? Правильно, 5 гигабайт. Правда, это на компе, на четвертой плойке целых 6. То, каким образом 18 квинтиллионов планет умудрились весить всего 5 гигабайт, вы сами поймете чуть позже, а пока давайте вернемся к этому потрясающему, уникальному, супермощному, хрен знает что за движку от Hello Games. Вот такие настройки игра выставила мне по умолчанию. Кстати, на меню и его интерфейсе хотелось бы сделать небольшую лирическую паузу и как следует отхуесосить того, кто его делал. Дело в том, что для того, чтобы что-то здесь сменить, нужно зажимать кнопку мыши. Блять, это каким ебланом надо быть, чтобы так сделать? Я никогда в жизни нигде такой херни не видел. Я и представить себе не мог, что кто-то когда-то до такого додумается и поначалу думал, что просто настройки вообще менять нельзя, что они залочены. Разработчик меню, ты хуесос. Фух, мне полегчало, продолжим. Сейчас в моем компе стоит 1070 печь, то есть предтоповая видеокарта на данное время. Как говорится, да-да, не удивляйтесь, я под шумок купился новую видяху и теперь могу себе позволить средние настройки графики в No Man's Sky. Ничего себе. И боже упаси, хоть что-то в этих настройках менять. Даже при таких FPS приседает как будто со штангой. Серьезно, во время записи при повороте камеры FPS проседал до пятнашки. Без записи, когда я выкрутил настройки на ультра, поставил 60 FPS, отключил вертикальную синхронизацию, просадки были от 50 до 35. Но во время полетов и вовсе жесткач, старая добрая двадцатка. Собственно, к оптимизации и относится большинство негативных отзывов об игре в стиме. У многих игра вообще вылетела сразу после начальной заставки, а у кого не вылетела, FPS был такой, что как будто они в гифку играют. Если же говорить о геймплее, то основная его суть это исследование 18 квинтиллионов планет. Ну а главная сверхцель это добраться куда-то в центр вселенной. Но для начала нужно починить и заправить свой ведролет. Для этого, как водится, вам нужно собрать ресурсы. Металлы, изотопы, химические элементы и прочую хламину. Как, собственно, происходит сбор ресурсов, вы уже видели. Нужно найти необходимый минерал и начать пулять в него лазером. По завершению этой интереснейшей процедуры, осколки сами упадут вам в карман. Когда карманы кончатся, ресурсы можно будет телепортировать на свой ведролет. Хоть какое-то минимальное удобство, главное, далеко от ведролета не отходить. Да, удаленная телепортация ресурсов выглядит тупо, но, с другой стороны, фаст-тревела в игре нет. Туда-сюда бегать задолбались бы. На некоторых планетах минералы охраняются злобными дронами, которые, заметив, что вы пилите, очередной казенный сталактит немедленно начнут вас атаковать и вызывать подмогу. С ними, конечно, можно вступить в бой при помощи все того же расщепителя, но это занятие так себе. По меркам перестрелок это самое настоящее днище. Я бы, конечно, мог вырезать эту сцену, но хочу, чтобы вы посмотрели это побоище полностью. Не правда ли битва титанов? Посмотрите, насколько он живуч. Нет, я, конечно, понимаю, что, возможно, в этой игре со временем и гранатометы появятся, но это же, блин, самое начало. Почему на самой первой планете самый первый дрон неубиваемый? Тут я уже плюнул на это занятие и попытался съебнуть от него на своем джетпаке. Да, и хрен угадал. Наверное, мне не очень повезло со стартовой планетой, потому что дронов на ней было просто дохрена, и они постоянно подкрадывались сзади в тот момент, когда я пилил очередной какой-то минерал. Причем у меня ни разу не получилось убить дрона, чтобы он умер на моих глазах. Сколько бы в них я лазера не всаживал, они никак не дохнут. Однако при этом мне дважды давали какое-то достижение за их убийство. Может, это какой-то баг, может, я их смертельно ранил перед тем, как сбежать, хрен его знает. А вот так обычно выглядит топливо для вашего ведролета, ну или другой какой-то особо ценный ресурс. Это очень большой блок, который стоит вертикальный. Мне показалось, что здесь можно немножко наебать систему, то есть подпилить основание, он рухнет, и осколки уже упадут мне в карман, но не тут-то было. Поверьте, с гравитацией на этой планете все нормально, я падал со скалы, я знаю. Здесь не все в порядке с физикой, здесь ее нет. Но вместе с ней, само собой, нету и интересных разрушений. Осколки этого камня, даже самые мелкие, до последнего останутся висеть в воздухе. Если бы в игре сделали добычу ресурсов таким образом, каким осуществлялось разрушение зданий в игре Red Faction, возможно, это и было бы интересно. А такая тупая стрельба лазером по камням понравится разве что каким-нибудь майнкрафтерам. Этим и один хрен, что лазером по камням стрелять, что палкой по деревьям бить, вообще без разницы. И вот, наконец, спустя примерно минут 40, я накрабил нужное количество железа, которое особо долго здесь добывается, нужное количество топлива, скрафтил все детали для этого, ведролеты, и я готов отправляться в путь для освоения глубокого космоса и изучения 18 квинтиллионов планет. Вы, кстати, задумывались, откуда вообще такое число 18 квинтиллионов, и как его можно сосчитать игроку? То есть, сказали бы, миллион планет, да, уже, кажется, дохрена, миллиард. Совсем уже дохрена. Ну ладно, один квинтиллион, блядь, уже и так немыслимо, но нет. 18 квинтиллионов планет. Это, знаете, как говорится, если красть, то миллион, если драть, то королеву, если врать, то пиздеть по-крупному. Тем временем, мой ведролет устремился в небо. Время включить гипердвигатель, как он тут называется, и устремиться навстречу звездам. Лечу я по этому космосу и думаю о том, что была такая игра в 2003 году, называлась она Фрилансер. Так вот там космос и то красивее нарисовали. Турбированная полета у меня закончилось топливо, запасов с собой я тоже не прихватил. Ай-яй-яй, что же делать, как же быть, неужто придется тихим ходом до планеты добираться? Тут минут 40, наверное, лететь, если не больше. На самом деле, ничего страшного, горючку в космосе можно фармить. Как? Да точно так же, как и на земле, стрельбой по камням. Да, геймплей охуительный. Единственная уникальная вещь в игре, на мой взгляд, для которой, видимо, и понадобился собственный, не въебаться, уникальный движок — это посадка на планету без загрузки. Нет, это круто, конечно, я согласен, но зрелище довольно странное. Как я уже сказал, с высоты планета выглядит не очень. Конкретно это похоже на заплесневевшую овсяную печеньку. И по мере подлета она начинает прогружаться, то есть какая-то дальность сотрясовки начинает срабатывать. И вот ты подлетаешь на ведролете все ближе и ближе, дважды создается ощущение того, что сейчас ты уебешься об эту планету с размаху. Но нет, каждый раз оказывается, что высота на самом деле совсем не такая, какой тебе кажется. В конечном итоге ландшафт начинает нормально выглядеть только с высоты приземления, то есть на минимальной высоте. Теперь вернемся к 18 квинтиллионам планет и их исследованиям. Что можно найти на планете? Можно найти кучу пещер, водоемы, горы, полянки, минералы, растения, какие-то животные, какие-то рыбы, какие-то насекомые и форпосты высших инопланетных рас. Мне попались какие-то жабы, моему корешу какие-то тараканы эволюционирующие. Они лопочут на своем непонятном языке, его надо переводить. Что будет происходить по мере нахождения их артефактов? Нашел артефакт, выучил новое слово. Ну и так далее и тому подобное. А теперь поговорим о том, чего на этих планетах нет. Населенных городов? Нет. Остатков вымерших цивилизаций? Нет. Упавших летающих тарелок? Нет. Каких-то интересных руин? Нет. Следов уничтожения всего живого в ходе разрушительной войны? Точно не знаю, но думаю нет. Планет со следами глобальных катаклизмов? Тоже думаю нет. Нет. Все те планеты, что я видел, а это по-моему пять штук, они реально разные. Тут вас никто не обманывал. Но все они абсолютно типовые. Посмотрите на эту планету. У нее даже полюсов каких-то нету. Она вся одинаковая. То есть как происходит знакомство с планетой? Вот вы приземлились на какой-то полянке, либо на какой-то холмик, посмотрели налево, посмотрели направо, обернулись вокруг себя. Все, считайте, всю планету вы уже видели, потому что она вся вот такая, как вот этот вот участок. Точно такие же горы будут повсюду, точно такие же растения, одни и те же животные. Между собой планеты даже ландшафтом не особо, на мой взгляд, отличаются. Единственная разница это цвет, освещение, растительность, ну и фауна. А минералы везде тоже одни и те же. Исследовать планету, залезая в глубокие пещеры, смысла практически нет. Только если вам нужен какой-то супер редкий минерал. То есть залезая в глубины и в недра всяких пещер, вы не найдете ничего уникального. Никакого там умершего марсианина, никакой там артефакт. Нет, артефакты есть. Как я уже сказал, они помогают учить язык и историю каких-то высших рас. И только-то. То есть максимум, что вы найдете на планете, это пару новых слов и чертежи какой-нибудь хренатени для ведролета, либо для скафандра, или что-нибудь такое. Форпосты инопланетян представляют собой жилой модуль из фильма «Марсианин», в котором сидит один-единственный инопланетоз. С которым нельзя поговорить до поры до времени, пока вы языков не знаете, но иногда можно поторговать. Вот и сам Форпост, и там же внизу пасутся представители местной фауны. Такие животные в равной степени могли оказаться как в аномальной зоне близ Чернобыльской АЭС в игре «Сталкер», так и в мультфильме «Тайна третьей планеты» с Алисой Селезневой. Есть зверушки совсем маленькие, а есть и слоноподобные. По словам разработчика, если данный вид до вас еще не был открыт, вы можете дать ему название. Но даже если до вас этих зверей еще никто не видел, ваш наносканер все равно обладает полной информацией, которую он вам и выдаст. Чем этот зверь питается, агрессивный он или мирный и так далее и тому подобное. Мне в основном попадались травоядные и пассивные, но повстречалась и пара агрессивных хищников. От них можно убежать, особенно если ваш звездолет недалеко, а можно и тупо грохнуть. Но надо помнить, что флора и фауна каждой планеты охраняются воинственными дронами. И если вас спалят на горяченьком, то могут и вломить. Но есть один секретный способ, как этот закон обойти. Перед тем, как стрелять, нужно громко крикнуть этот зверь хочет напасть. Ну вот и вся война. Вот так, собственно, выглядят найденные на планетах апгрейды. Вот так, форпосты. Вот так, инопланетяне. А примерно вот так, всякие артефакты и прочая хренатень. А вот эта треугольная звезда смерти, это космическая станция этих инопланетян, на которой с вами будут вести торговлю, если, конечно, вы не будете бузить в ее окрестностях. Предметы торговли, ясное дело, все те же ресурсы, все те же минералы, плюс всякое барахло типа амулетов, найденное во всяких пещерах на всяких планетах. Покупать придется редкие ресурсы и иногда чертежи. Во время нашего межвидового контакта мне предложили погладить инопланетянина по голове, на что я, собственно, и согласился. Но эта охреневшая жаба на это разобиделась. Ей, естественно, наглых рептилоидов нужно было поставить на место. Я решил провести экзекуцию по методу Аннекена Скайуокера, то есть найти у этой треугольной звезды смерти точку G и выстрелить туда один раз. Конечно же, отдельных комментариев достойно и управления этим ведролетом, но я не хочу перегружать этот обзор матом. Уж лучше еще пару вставочек из фрилансера сделаю. Ну и давайте на этом подведем итог по игре No Man's Sky. Все, что обещали разработчики, по большому счету, они сделали. Много разных планет? Есть. Много разных видов животных? Есть. Добыча ресурсов? Есть. Крафт? Есть. Перестрелки с роботами? Есть. Битва с агрессивными хищниками? Есть. Космические сражения? Есть. Полеты по космосу? Тоже есть. Но все это сделано на самом донном уровне. Стоит ли она своих денег? Ну, я бы за нее больше косаря не дал точно, тем более с такой оптимизацией. Да и с хорошей оптимизацией, в общем-то, нормальному человеку она надоест уже через три дня, потому что даже отстающий в развитии за это время заметит, что все тут какое-то одинаковое. Делать на каждой планете приходится ровно одно и то же. Понравится ли кому-нибудь эта игра? Конечно, понравится. Например, тем мудакам, которые абсолютно каждую игру называют атмосферной. Там, в принципе, критерии отбора. Можно ходить пешком, можно смотреть по сторонам. Заебись, атмосферная игра. А тут вообще можно не только полгода пешком по планете ходить и ее исследовать, но еще и без гипердвижка по космосу летать 20 лет. Поэтому эта игра супер атмосферная. Ну, а если же вы предпочитаете интересный геймплей, интересный сюжет, интересные какие-то действия, то вам эта игра, скорее всего, не понравится. Эта игра была бы интересной, если бы разработчик не запиливал 18 квинтиллионов рандомно генерируемых из говна планет, а сделал, например, 10, но реально разных и интересных. То есть ты, например, попадаешь на какую-нибудь планету со сложными условиями, и тебе нужно не только там выжить, но еще и оттуда выбраться. Ну и каждая следующая планета, естественно, оказывается херовее, чем предыдущая. Кстати, когда я начинал записывать и монтировать это видео, в стиме по отзывам было 4000 отрицательных против 1700 положительных. Причем отчетливо прослеживалась тенденция к росту именно отрицательных отзывов из-за оптимизации. Прошло несколько часов, и вот уже 7000 отрицательных и 7000 положительных. Однако под половиной положительных оценок отрицательные отзывы. В общем, мое мнение, что никакой революции в геймплее эта игра не произвела. Да, здесь можно скрафтить себе крутой космический корабль и прилететь с одного конца галактики на другой конец галактики, попутно проводя космические сражения, но как-то очень уж это все неинтересно. Я все-таки больше за интересный сюжет, чем за широкие возможности. Ну, в общем, пишите, что думаете в комментах, да и вообще, в принципе, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите и все такое.